Друзья, всем привет! Сегодня вместе с мужем готовим бюф бургиньон. Бюф бургиньон это рецепт французской кухни. Также бюф бургиньон называют говядина по-бургундски. Мясо получается очень-очень сочное, вкусное. Его просто можно кушать губами. В конце мы мясо попробуем и расскажем вам свои впечатления. Сначала подготовим мясо. Мы покупаем уже готовое. У меня здесь килограмм. Мясо нужно нарезать вот на такие крупные кусочки. Обратите внимание, кусочки должны быть именно крупные, потому что мясо будет тушиться долго. Также нужно подготовить заранее 500 миллилитров говяжьего бульона. Также нам понадобятся две крупные луковицы, две-три морковки и два зубчика чеснока. Одна луковица у нас пойдет сразу в поджарку с мясом, а другую мы добавим позже в гарнир. Лук нарезаем не слишком крупно, такие на средние кубики. Два зубчика чеснока очищаем и нарезаем на тонкие пластинки. Для ароматного букета или ароматных специй, во Франции это называют букет гарни, вот у меня уже здесь связаны тимьян и лавровый листик и дополнительно я добавлю еще лук-порей. Морковь тоже очищаем и нарезаем на крупные ломтики, примерно вот такого размера. Также я добавлю лук-порей, вот эту его светлую часть. Тщательно его промываем и мелко нарезаем. Понадобится бутылка красного вина. Многие говорят, что нужно использовать обязательно бургундское. Можно использовать любое красное сухое вино. Все ингредиенты для обжаривания у нас подготовлены и теперь идем к плите. Кастрюлю нужно брать с толстым дном, добавляем оливковое масло и кусочек сливочного масла. Если кастрюля у вас недостаточно большая, то мясо нужно обжаривать частями, не все сразу, чтобы каждый кусочек схватился и подзолотился. Добавляем сначала примерно половину. Хорошо все обжарим. Все это нужно делать на сильном огне. Когда мясо подзолотилось с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. И теперь добавляем муку. Я добавлю примерно 2 столовые ложечки муки. Первую часть мяса выкладываем в тарелку. И выкладываем следующую порцию мяса. При необходимости добавляем немного оливкового масла. И вторую порцию мяса тоже перекладываем в тарелку. И пока отставляем. И теперь приступаем к обжарке овощей. Добавляем лук, лук-порей, чеснок и морковь. Ну вот лук с морковкой хорошо обжарились. Добавляем сюда уже обжаренную говядину. Все перемешиваем. Теперь все это нужно деглазировать вином и бульоном. Добавляем вино и бульон. Когда бульон начинает закипать, добавляем наш ароматный букет. Уменьшаем огонь. Прикрываем крышкой и тушим 1,5-2 часа. Время от времени, конечно, нужно перемешивать и следить. Мясо у нас уже тушится час. Уже жидкость уменьшилась в размерах. Вот такое вот сейчас на данном этапе мясо. Сейчас прикрываем крышкой и продолжаем тушить. Пока говядина у нас тушится, подготовим все ингредиенты для гарнира. Картофель отвариваем обычным способом. Добавляю сюда 1 чайную ложечку соли. И варю до готовности. Грибы. У меня шампиньоны. Можно использовать любые грибы. Сначала хорошо их моем. Для этого я их посыпаю мукой. Немножко перемешиваю, чтобы мука обволокла все шампиньоны. И заливаю водой. Даю немного постоять. И затем хорошо промываю. И нарезаем грибы. Те, что покрупнее, на 4 части, а которые помельче, на 2. Гарнир мы будем обжаривать на свиной копченой грудке. У меня здесь 100 грамм. Добавляем сюда лук. У меня здесь также лук-шалот. Добавляем немножко лука-порея. И добавляем сюда шампиньоны. Я рекомендую делать именно в такой очередности, чтобы шампиньоны у вас не тушились в течение 2 часов. Шампиньоны хорошо обжарились со свиной грудкой и луком. И теперь все это деглазируем вином, оставшимся вином. В общей сложности на все у меня ушло 750 миллилитров вина. Еще раз все перемешиваем. Оставляем потушиться буквально 5 минут. И добавляем все это в говядину. Посмотрите, что у нас здесь происходит. Жидкости еще убавилось. Так и должно быть. Вот такая консистенция. Посмотрите. Мясо тоже можно попробовать. Я вам уже показывала. Оно очень-очень мягкое. Достаем наши вот эти ароматы, которые мы ложили. Мясо я пока еще не солила. Солить его нужно в самом конце, за 15 минут до приготовления. Так как жидкость, у нас много жидкости выкипит. Теперь добавляем сюда подготовленный гарнир. Все перемешиваем. И оставляем тушиться на 20-30 минут. И в самом конце, за 15 минут до приготовления, добавляем соль. У меня здесь 1 чайная ложка. Добавляйте по вкусу. И черный молотый перец. И все еще раз перемешиваем. Я вот уже вижу, что консистенция то, что нужно. Запахи стоят, не передать. И оставляем доготавливаться еще 10-15 минут. И вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Консистенция бульона то, что нужно. Мясо очень-очень сочное, вкусное. Сервируем блюдо и подаем к столу. Друзья, бюв-бюргиньон готов. Получилось очень-очень вкусное. Как обещала, сейчас мы его попробуем. Мясо просто разваливается. Очень-очень вкусное. Всем желаем приятного аппетита. Бон аппетит. Пишите нам ваши комментарии. Готовьте с удовольствием. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова